Тихо, тихо, тихо. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя. Мы сегодня продолжаем консультации по практическому содержанию задач с 1 по 5 и рассмотрим сегодня задачи, практикоориентированные задачи, это террасы. Соответственно, в горных районах, особенно в южных широках, с лажным климатом земледельцы на склонах гор устраивают террасы. Земледельческие террасы – это горизонтальные площадки, напоминающие ступени. Во время дождя вода стекает с верхних террас вниз по специальным каналам, поэтому почва на террасах не разбывается и урожай не страдает. Медленный сток воды с вершины склона вниз с террасы на террасу позволяет выращивать даже влаговолюбивые культуры. В Юго-Восточной Азии террасное земледелие широко применяется для производства риса, а в Средиземноморье – для выращивания винограда и оливковых деревьев. Возделывание культур на террасах повышает урожайность, но требует тяжелого ручного труда. Вот небольшая такая информация о том, что собой представляют террасы. Рассмотрим пример задачи на применение этих террас. Земледелие владеет несколькими участками, один из которых расположен на склоне холма. Ширина участка показана 20 метров. Верхняя точка находится на высоте 16 метров от подножия. Земледелец на расчищенном склоне холма выращивает мускатный орех. Необходимо узнать, какова площадь, отведенная под посевы. Ответ дать – квадратных метров. Обозначим, получается, что у нас склон холма имеет форму прямоугольника. Обозначим соответствующими буквами А, Б, С, Д. Чтобы найти площадь склона, нужно найти площадь соответствующего прямоугольника А, Б, С, Д. То есть, чтобы найти площадь прямоугольника, мы длину умножаем на ширину. А, Б умножаем на Б, С. А, Б у нас по условию задачи неизвестно. Значит, сторону А, Б мы найдем из прямоугольного треугольника А, Х, Б. Получается, по теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть, А, Б в квадрате будет равно А, Х в квадрате плюс А, Б в квадрате. Подставляем данные из рисунка. У нас известно, что катет А, Х равен 16, а катет А, Б равен 63. Подставляем данные числа. С помощью таблицы квадратов находим значение. Складываем полученные результаты и посмурчаем, что А, Б в квадрате равно 4 225. Чтобы найти просто А, Б, нам необходимо извлечь квадратный корень из данного числа. По таблице квадратов мы также находим его значение. Получаем, что А, Б равно 65 метрам. Итак, чтобы найти площадь, мы подставляем полученные результаты. 65 умножаем на 20, получаем 1300 квадратных метров. Получается, что площадь, отведенная под посевы, 1300. Это и будет ответом. Рассмотрим второй вариант задачи. Земледелец решил устроить террасы на своем участке. Смотрим на рисунок. Чтобы выращивать рис, пшено или кукурузу. Строительство террас возможно, если угол склона, то есть уклон, не больше 50%. Этот тангенс угла склона А, умноженный на 100%. Удовлетворяет ли склон холма этим требованием? И сколько процентов составляет данный уклон? Ответ округлить до десятых. Нам сказано, что нужно узнать угол наклона по формуле. Получается, найдем этот уклон по заданной формуле тангенс альфа, умноженной на 100%. Тангенс угла альфа по определению в прямоугольном треугольнике – это отношение противолежащего катета к прилежащему. То есть отношение А, H, H, B. По условию задачи эти данные у нас есть. Мы их просто подставляем. Полученный результат 16,63 умножаем на 100. Подсчитали. 16,63 умножить на 100 – это примерно будет 25,39. Раз нам нужно результат округлить до десятых, значит, мы с точностью до сотых вычисляем данное значение. И округляем до десятых, получаем 25,4. 25,4 мы сравниваем с 50%. Получается, что данный результат меньше 50%, то есть удовлетворяет условию. Следовательно, ответ у нас получается 25,4. Следующая задача. Ребята, извините, ребята, вы сотрите или ребята, сотрите это? Итак, рассмотрим следующую задачу. Насколько процентов сократилась посевная площадь после того, как земледелец устроил террасы? Ответ округлить до десятых. Площадь склона мы с вами находили в первой задаче. То есть я напоминаю, что она у нас равна 1300 квадратных метров. Найдем площадь террасированного участка, который расположен, показан ниже. Чтобы найти площадь данного участка, необходимо в сторону HB. Вот она показана у меня с помощью заштрихованной части. То есть это тоже будет прямоугольник. И, соответственно, чтобы найти его площадь, нужно в сторону HB умножить на сторону BC. По условию задачи эти данные есть. Значит, мы, соответственно, подставляем, умножаем и получаем результат. Теперь нам необходимо узнать, на сколько процентов сократилась посевная площадь. Для этого склон, это у нас площадь была стопроцентная, а полученный участок у нас получается X процентов. Составляем пропорцию. То есть 1300 относится к 1260, как 100 относится к X. Отсюда X мы находим 1260, умножаем на 100 и делим на 1300. То есть у нас по свойству пропорции произведение крайних, равно произведению средних. С помощью этого свойства мы находим соответственное зачечение X. 100 и 1300 мы сокращаем на 100. Получается 1260 разделить на 13, что составляет примерно 96,9%. То есть получается, что террасированный участок будет 96,9%. Теперь узнаем, на сколько процентов сократилась посевная площадь. Для этого из 100 вычитаем 96,9%. Получаем 3,1%, что и является ответом данной задачи. Следующая задача. Земледелец получает 600 грамм бурого риса с 1 квадратного метра засеянной площади. При шлифовке из бурого риса получается белый рис, но при этом теряется 15% массы. Сколько килограммов белого риса получит земледелец со всего своего участка? Раз нам нужно определить по задаче в килограммах, то 600 грамм мы переведем в килограмм. Это составляет 0,6 килограмм. Из предыдущей задачи мы знаем, что у нас площадь участка 1260 квадратных метров. Найдем, я с помощью таблички вот таким образом, найдем массу бурого риса. Чтобы найти массу бурого риса, у нас известно, что 600 грамм, то есть 0,6 килограмм, это с одного квадратного метра. А так как у нас 1260 квадратных метров, то мы 0,6 умножаем на 1260, получаем в результате 756 килограмм. То есть с этой площади можно собрать 756 килограмм бурого риса. При шлифовке сказано, что теряется 15%. 15% от 756. Чтобы найти данное значение, нужно проценты перевести в число, то есть разделить его на 100. Получается 0,15. И, соответственно, 756 умножаем на 0,15. Умножив данное значение, мы получаем 113,4 килограмм. Получается, что при шлифовке мы потеряли 113,4 килограмм риса. Итак, осталось найти массу белого риса. Чтобы найти массу, необходимо из общевой массы вычесть потерю. То есть 756 мы вычитаем 113. В результате получаем 642,6 килограмм. Что в этом случае и будет ответом в этой задаче. Итак, ответ 642,6. Переходим к разбору следующей задачки. В таблице дана урожайность культур, которые может засеять земледелец на своем террасированном участке. За год обычно собирают два урожая летом и осенью. По данным таблицы, посчитайте наибольшее число килограммов урожая, которое может собрать земледелец с участка за один год, если он может засевать разные культуры. Рассказано, что он засевает разные культуры. В этом случае нужно посмотреть на таблицу и убрать ту культуру, которая выращивается дважды. По таблице видно, что рис у нас выращивают и в июне, и в сентябре. Значит, мы его исключаем из условия задачи. Получается, что у нас есть кукуруза и пшено. Напоминаю, что площадь террасированного участка 1260 квадратных метров. И, соответственно, 750 грамм мы переводим в килограммы. Также 700 грамм переводим в килограммы. Получаем, соответственно, 0,75 килограмм и 0,7 килограмм. Теперь посчитаем первый урожай, то есть кукурузу. Для этого 0,75 мы умножаем на 1260. Получается 945 килограмм. То есть получается первый урожай у нас составляет 945 килограмм. Находим второй урожай, то есть 0,7 килограмм мы умножаем на площадь 1260. В итоге получается 882 килограмма собрали в сентябре, то есть второй урожай. Посчитаем теперь за год, сколько собрали. Для этого 945 килограмм прибавляем 882 килограмма. Получаем 1827 килограмм. 1827 килограмм будет результатом в данном задаче. То есть ответ 1827. Наименование в ответе мы не пишем, как и всегда во всех задачах. Для того, чтобы закрепить свои знания, я подготовила информацию, откуда я брала данную задачу, то есть теоретический материал. И там же на этом сайте можно посмотреть, есть хорошие задачи для того, чтобы порешать и закрепить данный результат. Ну вот я думаю, что если вы посмотрите, еще раз просчитаете все это и порешав самостоятельно задачи, я думаю, что вас ожидает успех на экзамене, что я вам и желаю. Спасибо. 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 Спасибо.